Смотри, всем здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, здравствуйте. Категорически надо вас приветствовать. Пятый день весны, которая у нас, как всегда, выглядит серой и дождливой. Тем не менее, я понимаю, большинство из вас пришли сюда не для того, чтобы спрятаться от дождя, а для того, чтобы повидаться с человеком, который сейчас здесь появится. Президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума», автор книги «Красная таблетка-2» и, судя по всему, любимец публики и читателей Андрей Владимирович Курбатов. Давайте его поприветствуем. А почему так все как-то, куда вас засунули? Здравствуйте. Раньше люди так тут стояли. Нет? Раньше деревья были выше, знаете. Всем там. Ну, я сейчас вам расскажу про книгу. Да, уже можно? Я не слушал ваши вступительные, там... Я красиво сказал, не переживайте, все как всегда. Андрей Владимирович, да, действительно, несколько слов начали про книгу «Красная таблетка-2». Давайте посмотрим сначала, есть ли среди гостей, те, кто прочел эту книгу. Поднимите руки вверх. Самое время ее представить, я считаю. Знаете, как говорят, без спойлеров. Без спойлеров. Про что книгу, да. Ну, я когда привожу презентацию, я книжку не пересказываю, потому что я уже не помню, что я писал, я путаюсь. Вот. Я рассказываю какую-то вещь, которая, мне кажется, важна, смыслово. И вот я ехал сюда сейчас и думал, знаете, в свое время я один российский телевизионный киношный продюсер, очень мощный. То есть он задумал снять такое эпохальное кино, и в Голливуде это сделать, и все. Вот, и мы с ним товариществуем. Вот, и он меня спрашивает, что, собственно, делать-то, чтобы было эпохальное. Вот. Я думал тогда, думал. Знаете, любое кино, любой сериал, любое художественное произведение строится на внутреннем конфликте. Должна быть какая-то внутри драма, которая вам понятна, да. Почему некоторые романы перестают быть интересными? Потому что драма, которая там разворачивается, перестает трогать, да. Это должна быть драма, которая понятна. А как быть в нашем обществе, которое стало сплошь горизонтальным? То есть все разрушились, бежние структуры, вертикального какого-то управления, состояния и так далее. Правители смешные. Вы видите, кто там в Америке сейчас? А этот... Где-то мне показывали картинку, знаете, сидит Черчилль, Рузвельт, Сталин. Под ними сидят... Как он, Джонс, как его зовут? Британский. Борис Джонсон, Трамп и Владимир Владимирович. Ну вот, и так смотришь на это, и как бы понимаешь, как время поменялось, да. Потому что сидят люди, которые вершили историю и могли это делать. Нынешний может не хуже, просто в другое время. Вы не можете ее больше вершить. Да, и все стало горизонтальным. Нет внутренних конфликтов. Люди стали в этом смысле очень одинаковыми. Я все время, когда писал книжку, она называлась «Складка времени», я там рассказывал, что есть три критерия складки времени. Это когда вы перестаете видеть будущее, когда вы оказываетесь как будто бы в каком-то не сурка. И один из критериев, первым я его там называл, это утрата идентичности. Мы не понимаем, кто мы такие. Ну, то есть, вот кто мы. Раньше человек мог с гордостью сказать, я, значит, труженик в производстве, 45 лет, а ты, значит, твать дрожащая. Мог? Мог. Он скажет, я профессор, а ты, значит, студент сопливый, твать дрожащая. Все могли определить, кто где, а кто кому. И каждый понимал, что он, и он гордился этим, да? Сейчас кто чем гордится? Нету этой вот больше истории. Никто не может понять, что они. Они из Инстаграма. У всех есть это. Я говорю, новые паспорта. Этот, как его, как это? Уши, лапы, хвост, вот моя фамилия. Это Инстаграм. Или, ну, Инстаграм, другая социальная, если это не важно. Вот. И мы утратили эту идентичность. Мы утратили какую-то собственную особенность. У Ницше есть стихотворение. Я сейчас его, конечно, не процитирую на памяти. Оно называется «Идеал». Кто захочет, может, найти. И он там расскажет, что все мы стремимся к идеалу и так далее. И когда мы, значит, до него дойдем, который там на вершине, мы, значит, с тоски, в общем, помрем, тоскуя святыни. Действительно, вот когда раньше был какой-то верх, все хотели туда забираться. Сейчас кому... Мы проводим исследования, вот изучаем, как разные поколения вообще воспринимают все происходящее безобразие. И я вам должен сказать, что вот, я сейчас перехожу уже к успеху. Успех, к успеху, да. Раньше поколение Х воспринимает успех как что? Ты долго работал, много потратил сил, времени, ресурсов и так далее и добился. Без труда, не выловишь и жидкость труда, и что-то там еще в этом духе. Вот. Для людей поколения Y, это тех, кто в районе 30 лет сейчас. Для них успех это, когда сбалансированы все сферы жизни. Я зарабатываю столько, сколько мне нужно, я могу потратить время на интересные дела, на семью, на отношения и так далее. Вот. Совсем другая история, да. Нет вот этого стремления, какого-то преодоления, ограничения и прочее. Новое время. Да, так я рассказывал про кино. И я говорю, единственное кино, которое вы можете сейчас снять, и оно будет пых, это где главный герой будет конфликтовать непосредственно с Богом. Это единственная сейчас осталась конструкция, которую не низвергит. Ну, кто-то может низверг, но как бы в рамках дискурса, единственное, что сверху. У него нет Инстаграма, вы не можете написать ему гадость, понимаете. Фейсбук он не ведет, вы не можете клеветать на него. Ну, то есть, куча всяких разных возможностей, понимаете. Есть по поводу любого человека и единственный недосягаемый Бог. Я вам должен сказать, молодой папа, сериал, который все порвал, все только было возможно. Папа, Джут Лоу, разговаривает с кем? С Богом. Другой сериал, Путь, он в Америке очень был популярный, та же самая история. И сейчас супер-бестселлер, все рвет, все называется Мессия. Там уже прямо настоящий Христос пришел на землю и в наше время, и, в общем, занимается, так сказать, Бог узнает чем. Ну, вот, но не важно. Вот. Это я к чему рассказываю? Что такое успех сейчас? Я должен рассказать всю правду об успехе. В книжке так. Обещал название, дал, и будьте любезны, отвечайте для него. И вот я вам должен сказать, что ничего хорошего я про него сказать не могу. Понимаете, вот нету того, чтобы сказал, полетели туда, там птички. Я могу сказать, полетели. Будет плохо, больно. И когда долетим, будет полная катастрофа. Айда. Вот. И, соответственно, я вам сказал про Иксов и Игриков, я вам не сказал про Зетов. Для Зетов вообще нету понятия успеха в том виде, в котором мы раньше его себе представляли. Им должно быть интересно. Что такое успех? Мне интересно. И я их понимаю, потому что им скучно. Потому что, когда у тебя есть перспектива, тебе надо куда-то ломиться и что-то там делать и творить, и так далее, у тебя есть естественный интерес. А когда тебе не надо никуда бежать, потому что не можешь представить это время в удаленности, не можешь представить эти идеалы, которые ты хочешь достигать. Все становится скучно. И дальше, ну, наше известное цифровое потребление. Люди уходят, собственно говоря, в эти все социальные сети бесконечные. Это проскроление лент, серфинг, там, этих всяких разных сайтов и прочее. Компьютерные игры. Я вот привожу статистику. Я по-моему, балдел. В шестнадцатом году. Шесть миллиардов долларов рынок компьютерных игр. В 2020 год по прогнозам 42 миллиарда долларов. За четыре года с шести до сорока двух миллиардов. Впадает в детство народное население. Играет в игрушки. И это еще без виртуальной реальности, без дополненной реальности. Но она уже есть, но еще не та, которая была бы, так сказать. А сейчас еще чуть-чуть, и это основное направление. В Фейсбуке, например, самое крупное, это копается. Это, ну, и во всех других, и в Амазоне, и прочее. Это создание виртуальной реальности. Когда люди будут полностью жить в этом виртуальном мире. И не ощущать его. Сейчас у вас есть дистанция. Вы сидите, у вас хоть телефон уже прилип. Но он как-то прилип вот тут. А тут он прилипнет вот тут. Понимаете? Это совсем другая калинкош. Вот. Да. И, соответственно, вот идет такая наша инфантилизация. Я все не думаю, зачем вообще про успех писать? Ну, так, если разобраться. Если его нету. Нету. А это потому, что я все время про иллюзии. Я все время хочу, чтобы мы посмотрели, что происходит на самом деле. И когда начинают все дико торговать успехом, самое время задуматься, что, собственно говоря, там в продаже. О чем идет речь. И когда вы обнаруживаете, что там, ну, так себе, товар скоропортящийся. И несерьезный. Вот. Вы можете обернуться на собственную жизнь. Это главный принцип вообще всей, как бы, красной таблетки. То есть красная таблетка и синяя. Синяя нас все кормят. Все время. В телевизор, в рекламе, в интернете. Рассказывают про прекрасную жизнь. Я этих блогеров знаю. Там не было прекрасной жизни. Если кто... Это безумная работа. И, как бы, кто еще в сознании так себе жизнью. Вот. Да. И, ну, синие таблетки им удается. Потому что синие таблетки приятнее. Иллюзию приятнее скушать. Сказать. А вот будешь счастливый. Вот сейчас помаду такую или патч наложишь. И все. Счастье придет к себе сразу. Да. И хромо-то сразу, да, как? Восторг. Такое синее счастье. Синее счастье. Такое синюшное, если в конце. Посиневшее. Да. Но очень хорошо просто продается. Мы не хотим покупать. Вот. Правда. Она нас, как бы... Она же, значит, надо работать. Надо что-то делать. Надо как-то заразбираться. Что-то с кем-то строить. Какие-то отношения. Это, думаю, морока. Да. Вот. И вся идея, собственно говоря, красной таблетки. Если в первой красной таблетке я рассказываю о том, что мы должны перестать думать, что наше сознание способно начертить просто так, без специальной мыслительной работы, на правильные карты реальности. Вот. И мы на самом деле совсем не то, что мы привыкли о себе думать. То здесь я рассказываю то же самое про успех. Но с другой стороны, все равно мы живем. И если вы иллюзию успеха развеяли, и дальше вы оборачиваетесь на собственную жизнь и смотрите, что в ней происходит. И обнаруживаете там кучу людей. Точно таких же. Они точно так же ходят, как это зомби-апокалипсис. Смотрят Инстаграм и вот это все, синие таблетки там. И несчастные. По статье, я исследование провожу, но не я, а в этих выступлениях своих про цифровую зависимость. Я рассказываю, что как только у вас по сравнению, если вы проводите в интернете два с половиной часа, и если вы проводите четыре часа, то вот от этого у вас в два раза увеличивается уровень депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. В два раза. Плюс полтора часа. Вот. Да. И идея, соответственно, состоит в том, что вокруг вас эти люди с суицидальными наклонностями и депрессивными мыслями. Вы отбираете у них телефон, они что вам говорят? Отдай. Отдай. Почему? Потому что сюда раз и забылся. Можно ничего не про что не думать. Голова больше ничего не варит. Она находится в ситуации потребления всякой галиматии. Раньше хоть какая-то веселая была галиматия в моде, сейчас пошла вообще просто галиматия-галиматия, мне кажется. Нет? Я что-то за трендами слежу и не слежу. Вот. И если вы обернетесь, увидите, что вокруг вас куча людей, которые точно так же, нажравшись синих таблеток, страдают синюшностью, отеками, мозгоглотного и несчастья. И они представляют для вас ценность. В чем? Потому что что-то делать просто потому, что интересно, невозможно. Интерес – самое нестойкое чувство. Вам интересно 3 секунды? Вы ребенку, вы дали что-то, ему интересно, пока вы не дали. Вы дали, 3 секунды, интерес угасает. Но взрослого не 3 секунды, 3 часа, все равно угасает интерес. То есть, условно говоря, ориентироваться на то, что вы будете что-то делать и тратить свою физическую энергию, целенаправленно, только потому, что деятельность, которую вы нашли интересной, не будет работать. Так не работает. Нужно социальное давление. Нужно, чтобы другим людям было нужно то, что вы делаете. Потому что если вы что-то сделали… Представляете, вот тут много девушек. Вот вы наквешивалили еду дома. И вам приходит и говорит – мы не будем есть. Засунем. Засунем, но это, конечно, да. Зачем? Вот, но вы задумаетесь, да? Если то, что вы делаете, и вложенный вами труд не востребован, вы чувствуете себя обескураженными. Но когда вы знаете, что прибегут и будут кричать – мама, мама, дай суп вы там, или все, где твои пряники? Почелки. Другое дело. Я сам делал раньше эти кексы, такие были в советских магазинах, пакеты, из них можно было сделать кекс. Ну, сейчас я не знаю, я не делаю. А в детстве я делал и возил маме на дачу, потому что там или надо было запекать в этом, а там не было духовки, там был баллон вот газовый, да без духовки. Вот, и я привозил кекс. Что было с мамой? Счастье, да? Для другого человека, когда вы что-то делаете. Мне говорят, слушай, а мне не далеко ничего делать. Так мне говорят. Он говорит, вот, про сотрудника. Вот, Иль говорит, сотрудник, на всех плевал, и вот как ему объяснить, что ему надо для других людей? И это, кажется, удивительно, может, и не надо. Но если вы начинаете про это думать, не вот так примитивно, что вот там есть человек, есть дело, там, условно говоря, есть клиент. Ну, может, клиенту и наплевать, он другого пойдет, возьмет. Да? Но тот человек, который ко мне пришел, он уже переживает. То есть в этой схеме уже есть кто-то. В этой схеме есть еще люди, которые вокруг, в семье, в ближнем круге этого человека находятся. На самом деле, вокруг нас огромное количество людей, которые оказывают на нас социальное давление, но мы просто плевали на них, потому что мы их игнорируем. Мы не думаем про их существование в нашей жизни. И вот радикальная какая-то парадигма, на мой взгляд, сейчас, в этом мире цифрового аутизма, в этом мире неспособности реконструкции другого, неспособности понимания его каких-то внутренних чаяний, желаний, потребностей, боли его. Вот из-за этой неспособности мы не видим этих людей, не испытываем на себе социальное давление и ничего не делаем. Если вы не можете распознать радость в другом человеке или горе в другом человеке, как вы узнаете, было ему нужно то, что вы ему даете или не нужно? Представим, что моя мама, у нее бы не было мимики на лице. Ну, вообще, перенесла бы инсульт, ничего бы не двигалась. И молчала бы. И я приехал с кексом. Она, может, довольная. Но если я не в курсе этого нет, и я не хочу приезжать второй раз, что вы там, я приехал, на меня это, придут домой, там, ты сидишь. Ну, нет, интересно. Вот. И из-за того, что мы настолько сами в себя погрутились, что мы перестали видеть людей, которые за нас страдают, которым мы важны за чем-то, которые почему-то дорожат нами. Это социальная слепота наступающая. Проблема цифрового аутизма, вот это вот, когда все живут в этой псевдожизне этих социальных сетей и прочего всего безобразия, что мы теряем навык, ощущение, вот, чувств другого человека. И поэтому он не радуется, когда мы не видим радости, когда мы ему что-то делаем, мы не видим, что он огорчается, когда мы чего-то не делаем. Вот там, вы пришли, вас не встретили дома. Ну, сидят, заняты, компьютерную игру играют. Да? Вы расстроились. Но если человек не видит, что вы расстроились. А если он видит, что вы расстроились, но ему все равно по барабану. Вы как себя чувствуете? А если вы приходите, он как, бежит веселый. А вы говорите, да, да. Ну, потому что у вас телефон, вы тут очень заняты, у вас тут пришло какое-то сообщение какое-нибудь. Поэтому вот возвращение людей в жизнь придаёт смысл того, что вы делаете. А как только у вас появляется смысл того, что вы делаете, вам хочется это делать дальше. И когда вам хочется это делать дальше, вы совершенствуете компетенции. И вы что-то меняете в окружающем мире. И как результат, вы становитесь успешны. И нету никакого другого ресурса. Если вы не обнаружите рядом с себя людей, которых вы хотите радовать, и которых вы хотите защищать, и о которых вы хотите заботиться, и которых просто вы любите, и ничего не будете делать. Ну и тогда успех будет так себе. Вот. Такая жизнь. На самом деле, я сейчас послушал, и понимаю, что надо всем в срочном порядке переслушать небезызвестную песню автора Грузинского. Радовать. Хочу тебе сегодня радовать. И поставить её себе. Вот. Давайте включим саунд. И будем рады друг друга. Андрей Владимирович, спасибо большое. Мы сейчас переходим ко второй части нашей встречи. Это, собственно говоря, вопросы от тех, кто сегодня сюда пришёл. И единственное, что я сразу предупрежу вас всех, уважаемые гости, что времени у нас, к сожалению, не очень много, поэтому мы не сможем все вопросы услышать. Принцип очень прост. Если вы хотите задать вопросы, поднимайте руку. Мы вам даём микрофончик. Можно нам микрофончик? Вот этот самый микрофон. И постарайтесь, пожалуйста, этот самый микрофон держать включён. Вот передайте, пожалуйста, первая и единственная пока рука. Свободные все остальные с телефоном. Понял? Андрей Владимирович, спасибо вам. Я читаю вас. И я... Нет, даже не вопрос к вам, а просто обращение. Я хочу, чтобы вы обратились к нему. Вы для него как авторитетный человек. Мы вас считали в молодости. Сейчас я чувствую что-то... Так, переходите к вопросу. Я хочу, чтобы вы попросили, что для меня важно внимание в первую очередь. Когда я с ним общаюсь, то просто, как он меня слышит. И в это время спорить клиенту. Такое обращение по ссылке нет. Спасибо. Ну, извините, а ваш муж с детками? Ну, я, собственно говоря, сейчас про это и говорил, что... У нас есть иллюзия, что социальные сети способны заменить общение. Но по данным исследований, чёткая есть корреляция между чувством одиночества и количеством времени пребывания человека в сети. То есть вы, испытывая чувство одиночества, идёте в сеть, чтобы у вас возникает иллюзия, что вы с кем-то начинаете общаться. Это общение, на самом деле, не приносит того чувства, которое нужно для того, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. Вы чувствуете себя ещё более одинокими, и вы снова возвращаетесь в сеть. И это такая, получается, абсолютная петрушка. Вот. Да. И что... Ну, смысл-то существования. Его такого сильного нету. Но есть то, от чего мы получаем позитивные эмоции, а есть, от чего мы получаем... Если вы думаете, что сидение в телефоне делает вас счастливыми, но это точно не так. Делают ли вас счастливыми другие люди? Вопрос. Потому что они тоже иногда сукины дети. Другие люди. Я всё время говорю, нет ничего хуже других людей. Но, с другой стороны, они-то настоящие, и они, если там что-то с собой-то поделают, тоже. Они же способны и вас и радовать. Они способны вами интересоваться. Но это труд. Труд общения. Сейчас кто умеет общаться? Раньше, полгода, у меня какой-нибудь придёшь, там, на дачу. Мы не были ходить, мы дети. Мы не выходим, подали. А там сидели... А у нас была дача, там, от Ленинградской военно-морской базы. И там были, ну, такие офицеры, жёны их. Ну, уже ветераны, ну, уже там. И вот такие совсем очень, как бы, престаренные. Но, на мой взгляд, тогда было им сто лет. Ну, вот, сейчас, может быть, они мои ровесники были, но я уже сложно это могу идентифицировать. И вот они начинали что-то рассказывать. Они начинали что-то спрашивать. И ты чувствовал, что просто, ну, как бы, весь мир вокруг тебя тут просто развивается. А сейчас кому придёшь, даже не о чем говорить, потому что всё вы видели в Инстаграме. Чё у него было? А чё обсудить-то, собственно говоря? И вся жизнь, главное, до этих историй, до 15 секунд сворачивается, да? Ни у кого нету больше красивых историй, которые бы... Вот мы там, как Берлин брали. Это вот такое, да, весёлое дело. Вот, поэтому есть проблемы, и надо учиться общаться. Надо учиться быть интересными. Вот, вы не можете просто другого человека заставить с вами общаться, если ему не интересно. Вот, вам, может, нужно внимание, конечно, вот. Но ему должно быть интересно. Понимаете, вот вы, когда найдёте баланс между, как вам нужно, а ему интересно, ну, так, может, лента и за стопу лиценит. Кельсик, не готовьте, не знаю. Прошу. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это, конечно, потрясающе. У меня и в жизни людей, это главное, наверное, очень волнуюсь. Я хотела спросить, вот есть, как известно, центр исполнения, ой, наказания. Когда работает у взрослого человека, ДСМ, работает отдельно, да, СИС отдельно, и СИС отдельно, и СИС отдельно, да. А у детей это работает всё вместе. Вот в какой момент происходит это вот разделение, что называется, да, то есть не хором, а получение. Значит, на формирование сетей, вот этих трёх базовых сетей ОСГ, которые отвечают за разные режимы работы, происходит до 25 лет. Значит, вот этот период, когда заканчивается минизация в лобных долях, которые, собственно говоря, финализируют, как бы, все эти три сети в качестве вот уже таких отдельно функционирующих структур. Вот. Значит, на самом деле, что? Мы, когда с вами рождаемся, у нас в голове очень много лишних нервных клеток. То есть у нас рождают запасы. Вот. У нас все остальные клетки нарастают, вот, а нервные клетки уменьшаются. Вот. Потому что неизвестно, нас в тундре родят, или в Африке, или в где-нибудь ещё, на Мадагасске, я не знаю. В России. В России могут родить. Вот. И, соответственно, у нас должно быть, если вы будете, например, родить, вот, так вот, которые умеют 80 видов снега различать, как вы скажите, коренные северные народы, да, у них в зрительной коре должны быть нервные клетки, которые способны видеть такую тонкую дифференцировку характеристик цвета. В годские слоурии, у них есть знаменитая книжка про этюды, там, «Человек-обезьянный», как-то, сейчас забыл название книжки, они ездили в Туркмение, если не изменяет правильность. А тогда там был, вообще, был примитивный народ. То есть, там в Аркадии было ничего, кроме, то есть, никакой не государственности, ничего. Ну, просто, вот, кочевой народ совсем был такой, примитивный. Вот. И они их изучали, потому что это самое интересное, изучать вот такого, как бы, человека, неиспорченного культуры. Там, да, какие-то образования, и прочая вся вещь. То есть, у них было около ста разновидностей, они определяли под оттенков цветов. И они вот, по этим, зачем они это делают, непонятно, но это и выяснили. То есть, представляете, вы перезарождаетесь тем, что у вас много лишних нервных клеток. Я трусь здесь, потому что зрительный канал есть. Вот. А потом выясняют, что мне не надо, что мне в детских игрушках отучили красный, зеленый и синий. У вас же так учили? Или там 80 с разновидностями? Вам холомастеры когда видели с большим разновидностями? Вы смотрели и думали? Перемудрили. Непонятно, как выбирать. Вот. Да. И эти нервные клетки умирают. И поэтому, значит, что происходит? Активизируются и выживают только те нервные клетки, которые получают раздражение извне. То есть, вот если внешний раздражитель их задействовал, то они у вас выживают. Это первая фаза. И, по сути дела, происходит формирование вот этих вот высших корковых анализаторов, которые учат нас видеть, слышать. Так, мы рождаемся, мы что видим? Вот черт знает что, никто не знает. Ну, какая-то вот, как бы, каша-малаша. Ну, постепенно из этой каши-малаша начинают проявляться эти две-три дырочки. Два глаза и рот мамы. И мы так начинаем, наверное, за ними уже так. Три дырки придела. Сейчас что-то дадут, их не надо. Вот. И формируются зрительные анализаторы. И другие слуховые и прочее, понятия и так далее. Вы знаете, что дети изживут? Вы говорите, что невозможно есть вот эту вот гадость. Они галили. А у них анализатора нет еще. Они еще пока дняли. Им вот эта вот такая вот безвкусная какая-то вот эта разбазня, это и вот то, что хорошо. Да? Да, так я это к чему рассказывал. И все связи сначала локальны. Потом, по мере того, как мы начинаем функционировать, мы начинаем решать разные задачи. Сначала ребенок не может фиксировать внимание. Он болтает сюда, пятое, десятое и так далее. А дальше начинает фиксировать внимание. Это формируется и сеть любви незначимости, и центральная исполнительская истина. Сначала сеть любви незначимости, для того, чтобы просто сориентироваться, где он находится, и начать орать. Вот. А вот, потом центральная исполнительская сеть, когда ему заорали, дали по попе, дальше у него должна новая сеть организоваться. Соединить впечатление от попы, образ от того, кто тебе дал по попе, значит, ситуацию, да, и сложить это в некий когнитивный компонент. Что ты если э, то тут э. Ну вот. Да. И формируется центральная исполнительская сеть. Все эти появления незначимости, когда центральная система мозга начинает формироваться, проходит несколько паз формирования. Первое, манимплективное. Когда вот это все люди, как взрослые, к тебе ходят, и ты же понимаешь, что ты должен их как-то, ну, что бы они злили, погладили, вкусно водрали, или еще что-то. Ну, обязательно есть обезьянки. Вот, потом там проходят эти кризисы трех лет, семи лет, десяти лет, да, и с десяти лет ребенок, наконец-то, начинает осознавать, что другие люди что-то способны чувствовать. Это вообще просто подвиг. Ну вот. То есть они до этого знают, что если кого-то ударить, то он зовет. Но они не понимают, что ему больно. Ну, то есть они понимают, что больно. Но не так, как вот, когда мне больно, это больно. А тут я дарю мужу, кошке помочь ей, и ей больно, а мне весело. Да. И у них еще нету навыка сострадания. Их можно выучить, они будут иментировать. Ой, кошечке больно, лапка болит, а не болит, а не болит, а не так далее. Вот. На самом деле они еще не чувствуют. И это, на самом деле, очень сложный процесс. Эта дефолт система мозга должна создать вот эту способность, когда я, как бы, начинаю перекладывать на другого человека или другое живое существо собственные переживания и ощущения. Да. И я начинаю им сострадать. Понимаете, детские сказки первые какие? Репко, нерепко, понимаете. Вот. И ничего не сострадаешь. А потом, понимаете, начинается ханс-христиан Андерсон. И вот, когда ты уже начинаешь понимать, что там, как бы, куча драматизма идет. И это время, надо подготовиться. Потом наступает пубертат. Это время, когда дефолт система сначала рушится вся. Все, что строили по сильным трудам. А потом начинает останавливаться. Потому что начинает устроить отношения с другими людьми уже во многими контекстами. Прозникает дополнительные всякие разные штуки. И финализируетесь в 25-ю годами, по большому счету, когда мы формируем свои жизненные планы. Вы, когда поступали в институт, у вас что было жизненные планы? Такой, закончит. Ну, закончит, так. А когда вы оказывались на работе и начинали что-то делать, вы вдруг понимали, что вам с этим придется иметь дело всю жизнь. Ну, или. И вот тут у вас появлялся реальный жизненный планы. И вы вот на этом, собственно говоря, приходили с анализацией. Вот. Поэтому это примерно в 25 лет формирование этого хозяйства с разными... Вот эти, вот системы мозга. Вот. Центральные исламовские сети, сети появления значимости, они формируются чуть раньше. Вот. И почему очень важно, чтобы дети, значит, до трех лет не пользовались гаджетами. Почему? Потому что они должны научиться ориентироваться в пространстве. У них должна возникнуть сеть уровня значимости, которая будет способна координировать зрительные, слуховые или пространственные локализации. То есть, когда ребенок где-то оказывается, он же должен, там, понимаете, далеко, опасно, не опасно, там, кто что побежал, тут кто-то пошел, там, и так далее. А когда он смотрит на тупые картинки нарезанные, из которых он сам ничего не может понять, вот, у него нету этой сети, сети появления значимости не формируются, потому что они соединяются разные центры, которые обеспечивают картирование пространства, в которых я нахожусь, картирование социальных связей, пусть и даже очень примитивных, в которых я нахожусь. Ну, следующий этап, вот, это центральная исполнительская сеть, потому что ребенок должен научиться, что удерживать внимание, концентрироваться на задаче. Вот это вот, я помню, когда в школу мы пришли и сказали, что мы теперь будем сидеть, и мы тут должны так держать руки. Помните? И сидишь вот так, и все. Потому что боишься, потому что ходит тетя-примат, вот, и может покусаться, потому что все говорят, что учитель, это что-то вообще космическое. Ты пришел, сел, и думаешь, соживет. Сидишь в ужасе, все, держишь руки, центральная исполнительская сеть тренироваться. Сейчас они с телефонами сидят в школе, в классе. Бегают по классу, это как бы космический. Какая сеть, центральная исполнительская сеть, какая сформироваться. А это будет отвечать за навигацию интеллектуальной деятельности в последующем. Потому что думаем-то на дефолт-системную мозгу, но загружаем в дефолт-систему мозга, мы через какую? Через центральную исполнительскую сеть. А она, и дальше, что, какая муча налетела в голове, а там и крутится. И что, и все дебильные питания. Ужас. Зачем вы такие вопросы задаете? Я очень прошу прощения, очень много людей, кто подозревает вопрос, поэтому давайте по одному вопросу от каждого. Вот, ученики, передайте, пожалуйста, и не знаю, кому-то. Здравствуйте. Общеизвестно, что вы достаточно популярный, известный писатель, психолог. Видно по залу, сколько у вас, сколько у поклонников. У меня такой вопрос. А вы не планируете вести статистику, например, по количеству людей, достигших успеха, вот среди наших читателей, красных таблеток? Стали успешными, спасибо. Значит, если вы читали первую красную таблетку, то там я написал, что не может существовать книга о том, как стать успешным, потому что ее украдут еще в периоде допечати, понимаете? Потому что все не могут же стать успешными, и если будет какой-то волшебный рецепт, как заработать миллион и не пострадать, вот, то, ну, как бы, вряд ли это выйдет в широкую продажу, понимаете, подобная ценная информация. Все равно, чтобы издавать книжку, в которой будет написано, в какие акции нужно вложиться для того, чтобы точно обогатиться, да. Или книжку, в которой написано, какие в лотерее выигрышные билеты, да, и ее в большом режиме эту книжку нужно раздать всем, миллион экземпляров. Но не бывает таких книжек, это не работает. Это первое. Второе, я здесь пишу, книжка называется, красная, там, «Вся правда об успехе». Правда заключается в том, что его нету. Все, кто его достигают, страдают больше, чем все остальные люди. И если после этого я еще буду предлагать кому-то идти в это, я буду просто конченым зазранцем. Ну, вот, я, как бы, деликатно объясняю, что есть такие сложности, поэтому держите себя в руках, вот. Но на самом деле не разочаровывайтесь, что вот эти иллюзии, да, что вот где-то может быть, что все будет прекрасно. Вот что вот это вы получите, это, и от этого ваша жизнь станет лучше. Мы, слушайте, мы употребляем с вами определенное количество калорий, и больше вы не будете употреблять. Если будете употреблять больше, у вас будет ожирение, вы будете страдать, умрете рано. Вот, мы употребляем определенное количество кислорода, мы не будем употреблять больше. Мы употребляем определенное количество тепла. Но, если у вас в доме 10 тысяч квадратных метров, вы все равно лежите всегда в одном конкретном месте, под одним конкретным одеялом. Вы не можете лежать под всеми одеялами сразу, понимаете? Ну, вы можете, но тогда будет перегрев, и вы помырете по другой причине. Вот, да, поэтому у нас на самом деле очень ограниченный объем потребностей. У нас есть важные потребности, которые соответствуют социальности. Чтобы мы чувствовали, что мы нужны, что мы важны, что как-то... Это важный ответ, но она не решается никаким успехом. Что за успех? Успешные люди одиноки невероятны. Понимаете? Поэтому, что, это вредно. Не надо. Понимаете, кожа? Спасибо. Ох, Ванюшки. Ухвадрилович, вы увидите сайт, пожалуйста, я сейчас... Давайте мы лучше к этим словам, потом... Ну, давайте вам потом дадим. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Такой вопрос. Вы говорите, что гениальность требует 10 тысяч часов работы, бота, труда. А может быть, гениальность от природы, от рождения? Если да, как родить гениального ребенка, что значит, гениальность? 10 тысяч часов работы, бота. Я сейчас вспомнил, один Нобелевский выряд пошутил, что, значит, вы предложили ему сдать сперм, чтобы он, значит, от него произвелись талантливые дети. На что он сказал, что лучше бы вы брали сперму у моего папы, который с сапожником был в Бруклине. Потому что из моей спермы получилось два балбеса. Поэтому гениальность — это не такая вещь, которую мы не можем каким-то образом запрограммировать. Это, как правило, психическая ненормальность, которая находит для себя в реальности возможность реализации. То есть, ну, что такое гениальность? Он же как дурак, он не такой, как остальные. Да? В противозвучии он будет делать то, что будут делать все, и таким образом мы не скажем, что он гениальность. То есть он должен быть ненормальным. Ну, это ненормальность может быть связана с особенностями мозга. Но большинство ненормальных — просто психи. Да? И тут нужно и десять-десять часов, и здесь нужно еще попасть во время. Потому что вы можете себе представить, как бы Достоевский сейчас живет. Ну, он родился бы сейчас и начал бы писать. «Белые ночи» написал бы, там, «Подростка». И вы бы таки сидели и читали про этого, как его... Сон с счастливым человеком смыслом, да. Ну, это же невозможно читать по ночной времени. А он что бы, перестал быть гением? Ну, мы бы не увидели в нем гения, где-то бы он умер, там, по дороге. Понимаете, все дело. То есть это нужно еще во время попасть. С его талантом. Вот Моцарт, что-то... А сейчас вот родись Моцарт, кто будет? Ну, у нас этих Моцартов там... Включи Альдюнс. Подборка. Веселая, грустная, классика, попса. Ну, это ведь все есть. Никакой Моцарт не будет. Поэтому... Поэтому нет других... А 10 тысяч часов это формирование навыка. И если у вас есть суперпрофессиональный навык, вы просто будете делать это лучше, чем другие. Вот. Ну и тоже надо понимать, что все вот говорят про этот эксперимент. Андерсон, как Эриксон, да? Вот. Ну вот, что сделал? Он пошел в Берлинскую академию музыки. И посмотрел, кто хорошо сдал экзамены, кто плохо. Кого в оркестр отправили, кого в солисты, а кого в учителя музыки. И посчитал, сколько времени они учились. Ну, знаете, вот не надо быть синим пятем во лбу, но для того, чтобы понять, что те, которые учились 10 тысяч часов, с большей вероятностью будут солистами, чем те, которые учились 4 тысячи часов и, собственно говоря, были отправлены в учителя музыки. Ну, как бы, а в чем он? Ну, много тренировался, много тренировался, тренировался. Но он же не проверял, что это, которые пошли в футбол играть. Потому что, ну, вот если меня, например, отправили бы в футбол, меня не в музыку нельзя было отправить, но в футбол. Но если бы в футбол, я, я реально, я очень плохо двигаю от этого, попадаю бы в пространство. Вот и то, и другая была бы проблема, конечно. Мама говорила, это не самое фантастическое. На тебя летит мяч, ты летишь на мяч, как вы могли разойтись? Я никогда не попадал из музыки. Вот. И попал в музыку. Но в Академию Музыки уже пошли люди, у которых что-то с музыкой было получше, чем у меня. Поэтому 10 тысяч часов, конечно, хорошо, но какая-то особенность к мозгу, который, ну, как бы делает человек потенциально музыкальным, он нажимал сработать. А тот, кто пошел в зенит тренироваться, он должен был иметь соответствующие тоже какие-то способности. Он не в футбол, не в футбол, пошел уже не в этот, не... И если бы из зенита пошел бы в перлинскую вот эту, то, возможно, 10 тысяч часов ему бы не помогли. То есть 10 тысяч часов это не то, что магическая такая сейчас, дых, и все сразу в окинеальность. Ну, как бы совокупность факторов. Ну, понятно, что без труда рыбка не ловится. Это у нас в детстве учили. Сейчас почему-то так перестали рассказывать про это. Без труда рыбка не ловится и кокосная растительность. И кокосная растительность. Спасибо большое. К сожалению, у нас остается меньше времени. Можно, пожалуйста, микрофончик подойти? Хорошо. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Красная кабелька 30. Был по рейму. Обращаюсь к вашей. К вашему человеку к личности. Я пока сейчас бесполезно. Обманет. Вот. Вы эту информацию подаете с удовольствием. Мы с удовольствием слушаем. А что в режиме действия изменила вас эта информация? То, что личности нет. Мы партнеричны. Мы не видим. Образы все так себе, честно говоря. И вот вы это поняли чуть раньше у нас. Потому что я так подозреваю, что лет, наверное, в общем-то на 13 назад уже. Вот. И что за это время с вами произошло лично? Что вы продолжаете делать? От чего избавиться не можете? А что перестали? Ну, такой сложный вопрос. На самом деле... Ну, все через все равно всякую боль. Вот. Я написал книжку... У меня 21 год. Я написал книжку «Философия и психология». И из нее, собственно говоря, все, что у нас сейчас есть, оно оттуда. Оно было сделано, кстати, на основе теоретических работ, которые я делал с Олегом Николаевичем Гурнецовым. Вот. И очень хорошая книжка, я могу сказать. Вот. Вот. Но тогда она никому не была нужна на фиг. Вот вообще. Ну, а кому? Написал студент какую-то галиматию, там, непонятные слова, что-то и так далее. Никому она не была нужна. А я думал, такая хорошая книжка. Юнки-палки, все же это. Я думал, прямо методологию принесу в жизнь. А она говорит, не надо никому. Вот. И... Если для меня лично, то вот это же было такое конструкция, когда ты думаешь, что ты что-то такое сделал супер. А оказывается, что вот этот супер, вообще просто заберите, никто не интересуется. И я тогда вот пошел, совершил глупость. Вот. Дежурил постоянно в гнойном отделении. Вот. Плохо следил за... А мы еще перед недоеданием, там, вот это все. Головные обморки, и что за это все. Как тяжело было, зарплату не платили. Ели плохо, в общем, короче говоря, да. И вот. И что? И вот у меня был паралич. После гриппа. Вот. И я такой после этого паралича, вот я думаю. А ты как что-то куда-то ломнишься. Что-то себе там... Вот. Вот. А оно все так закончится. Нету смысла. И... Стало интересно просто делать то, что я делал. Не потому что что-то доказать кому-то, что-то рассказать кому-то, что-то как-то... Ну, какой-то вот... Перестало быть вот что... Надо что-то как бы вот сделать ради чего-то. Стало вот понятно. Там, почему программу стал делать? Ну, потому что... Невозможно было людей с неврозом уложить в больницу. Ну, примитивное. Понимаете, я... У меня был пациент. Вот. У него был знакомый. Который руководил газетой... Новый Петербург. Нет? Да, была такая. Ну, какая-то такая была. Ужасная. Вот. Но я договорился, чтобы они попечатали мои статьи, где я рассказываю про, там, панические атаки, про депрессию, там, про всё на свете. Вот. И давал телефон городской больнице, седьмой психиатрической, чтобы они позвонили и туда госпитализировались. Потому что им надо. И я, понимаете, использовал личные социальные связи для того, чтобы людей укладывать в психиатрическую больницу. Но не потому, что мне нужно в психиатрическую больницу. Потому что им нужно. Вот. И они, кстати, эти статисти, потом и сделали мне описатель. Ну, то есть, вот я уже потом... И на их основе уже дальше это стал писать. То есть, это не потому, что мне нужно было доказать кому-то или ещё что-то. Мне было просто... Я видел проблему. Мне было важно её решать. Не для кого-то. Не для того, чтобы мне сказали спасибо. Никто мне не сказал спасибо. Не, я вру. Вру. Мне... После того, как я это... Всего семь месяцев руководил городским Петербургским психотерапевтическим центром, мне вручили грамоту за многолетний плодотворный труд в деле, значит, развитие психотерапевтической помощи. Многолетние. Через восемь месяцев. То есть, в общем... Месяц закончил, наверное. Да. Дали грамоту. Ну вот. И это делаешь... Ну... И вот это, мне кажется, важно. Потому что до тех пор, пока ты личность, пока ты вот какая-то фигура, ты должен куда-то, значит, ехать на белом коне. И даже на тебя уважать. Господи, боль мой. Хотелось бы, конечно. Ну, а чего... Господи, в конце концов. Ну вот. Поэтому... Вот когда всё отмирает, и начинает интересное быть дело. Нет ничего лучше, когда интересное дело, которое ты какому-то другому человеку делаешь приятно, и он потом тебе говорит спасибо. Ну вот нет. Ну, я не знаю. Может, я ничего не понимаю. Вот. Но пока ты личности ходишь с этой короней, значит, вот это я вам сделал, где эти, как его, лавры, грамоты. 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 Мне давали грамоту за такую ерунду, сейчас я говорю. У меня есть такие грамоты. Пучок мне. За всякую муть. Ха-ха-ха-ха. Потому что там грамоты, ну и по списку. Там началась какая-то бельмотия. Всем это всё про разнарядки. Благодарницы. Грамоты. Президентов. Не обменяйся. Сейчас наслаждайся. У тебя будет письменька теперь. Но важно, что ты люди благодарны. А личность мешает. Она, знаете, это как вот какая-то вот... Вот я думал, я придумал что-то замечательное. А что такое? Я придумал замечательное. Иди делай. Ну, придумал, то бегать могу все равно что-то совсем. Иди делай. Займись делай. Если кому поможет, хорошо. Не поможет. Плохо придумал. Спасибо. Я думаю, что, наверное, еще один вопрос мы послушаем. Здравствуйте. На данный момент моя 17-летняя дочь лежит в больнице. Уже как месяц. Диагноз легкая депрессия и расстройство пищевого поведения. Она нашла себе по палате единомышленников. То есть их отпускают на выходные. Девочки встречаются. Это вопрос вот в чем. Где та грань между вот серьезным заболеванием, которое нужно лечить, это там действительно что-то... Потому что то, что я читаю, это действительно все очень серьезно. И тем, что подросток просто привлекает внимание. Потому что у нее, ну, в жизни все нормально. Она занимается спортом. Она учится. Ну, сейчас, конечно, не учится. Вот. Но, ну, там, с книжками, понятно. Но как вот это определить? И, может, какие-то рекомендации для меня? Спасибо. Ну, я вам честно скажу. Вообще в психиатрии пока специальность очень, как бы это сказать, очень сложная, объяснимая. Да? Мы уже знаем, что за разными психическими заболеваниями стоят разные состояния мозга. И я думаю, что в течение, там, десяти лет моя профессия первая будет не нужна, потому что эти диагнозы можно будет ставить с помощью соответствующих приборов. То есть, там, положат человек и посмотрят, что центры, которые отвечают за пищевое поведение, чувствуются тревоги, там еще, там, наверное, объединенные патологические связи и приводят в состояние, которое там есть. Или потому что, там, депрессивные состояния тоже найдут какие-то коррелята, которые позволят это делать. Вот. Поэтому, и это очень сложно. Как учат психиатров? Значит, их учат насмотренностью. То есть, ты, вот, ходишь с другим психиатром, не важно, это профессорский разбор, это клинический разбор на отделение, там, и так далее. Вот. И, ты видишь какое-то странное поведение человека. Вот. И психиатр говорит, а вот что ты здесь видишь? Ты говоришь, ну, то вижу, всё вижу. Он говорит, нет. Вот ты посмотри сюда, посмотри сюда и посмотри сюда. И так постепенно, постепенно в психиатре формируется набор вот этих вот способностей видеть признаки, которые… Но при этом психиатры, например, не могут обнаружить это такая знаменитая проблема, не могут, если их дети заболели, например. Потому что ты не можешь на своего ребенка смотреть так же, как ты смотришь на посторонних. У тебя как бы оптика твоего внутреннего зрения изменяется. И есть много, когда дети убивали своих, ну, психиатров, в третьей психиатрической больнице главный врач. Ну, тут в стародавние времена была у дочери травмирована ножниц застой на глаз. Вот. Да. Поэтому я-то не могу вам сказать, потому что вам для этого нужно пройти путь. Вот. И если психиатры говорят, что… Ну, они вряд ли будут придумывать. Потому что зачем нам и так психиатры достаточно? Ну, специально не будем. Вот. Конечно, хочется все субъективно объяснить какими-то… Ну, вроде бы, все хорошо, там и так далее. Проблема со стариотомства, психические расстройства в основе своих генетических особенностей. Вот. И как карта ляжет. Понимаете? Вы с этими же генами можете быть очень успешным и еще что-то. Ребенок с этими же генами чуть-чуть по-другому ложится карта, и он вообще асоциально не способен полноценно функционировал, там и так далее. Вот. Плюс средовые факторы. Вот. Средовые факторы, конечно, ну, понятно, что… Такую проблему с пищевым поведением, булимией, анорексией в сороковых годах, ну, было, наверное, немного. Ну, наверное, тоже какая-то была, но явно не в том же объеме, в котором… Я, когда работал на отделении, там же было очень модно быть моделью. Самое большое счастье, что вот эта модель. Вот. Полуотделение бежало, понимаете, с анорексией. Потому что есть еще вещи, которые культурно производят это, и ребенок не понимает, например, в чем истинная проблема. Ну, а истинная проблема – неспособность социальной коммуникации. Из-за того, что социальная среда не способна, как бы, принять эту социальную коммуникацию, создать условия для нее. Так. И дальше меня не любят, я некрасивая. Вот. Здесь у меня, здесь буду худеть. Худеют, а потом умер. Такое бывает. Вот. И, да, поэтому… Ощущение, что баловство. Вот. Но, может быть, не баловство. Понимаете? Ну, вот. И, опять же, психиатры не способны своих детях обнаружить отклонения. Вот. А что уж говорить про обычных родителей, которые в жизни этой шизофреники не выделили. Вот. Поэтому я бы здесь был аккуратен, осторожен. Во-первых, хорошо, что это пубертат, еще молодой возраст. Вот. Они все это перерастают. То есть можно перерасти вот этот год. Если устроить, как бы, там, не принять мир, не быть внимательнее, там, наоборот, как-то… Вот. То риск увеличивается, что не перерастет. Так бывает, что пубертатик пошарашит, пошарашит и укладывается. А бывает пошарашит, пошарашит и дальше все. Дальше всю жизнь с диагнозом и так далее. Вот. Поэтому хороший и важный период. Вот. Не пытайтесь призвать к порядку. Не пытайтесь там… Вот. Пытайтесь создать условия, при котором будет откровенность, будет доверие, будет понимание. И это очень сложно. Потому что то, что они зачастую несут, это полная катастрофа. И с этим… Потому что мать плохая, знаете, и все, ты меня не любил никогда. Говорил уже? Ну вот. Скоро будет. Вот. Так. Ну, не важно. Надо просто это все принимать, принимать, принимать. Потому что, ну, конечно, учить, но при этом продолжать общаться. Понимаете? Продолжать говорить. Вот. У ребенка пока нет мозга. 25 лет на это что? 25 лет. И еще… А это главнейшие годы, так сказать, дальше. Понимаете? Вот. Но они-то думают, что они взрослые. У них что-то выросло там в одном месте, понимаете? Ох. И они находятся в иллюзии, что это кому-то помогло в этой жизни. Спасибо большое. Андрей Владимирович, я вам вопрос задам. Можем мы еще один вопрос из зала услышать? Или… Еще один, да? Объясняется. Вот у нас уже молодой человек очень давно врубался. Поэтому давайте ему слово дать, пожалуйста. Первонаперво, Андрей, спасибо вам за презентацию вашей книги. У меня вопрос следующий, возможно, немного личный. Я вот смотрел видео, где вы выступали перед руководством Сбербанка, перед Германом Грефом и рассказывали о депрессии, которая вызвана цифровыми технологиями. И вы рассказывали то, что у человека в современном обществе происходит передоз вот этой вот информации, да? Отсюда депрессии. И в какой-то момент… Вопрос у меня следующий. Как вы считаете, насколько различные восточные учения, такие как медитация, в целом помогают человеку? И какие вот наилучшие пути есть, чтобы вот дать нашему мозгу приводить информацию, дать ему отдохнуть? Лучший способ дать ему отдохнуть – дать ему отдохнуть. Это самая работающая конструкция. Вот, кстати, в «Красной таблетке-2» я там соответствующие упражнения демонстрирую. Вот, значит, то, что касается восточных практик, они в целом очень неплохие. Я к ним, кто читал эти терапевтические книжки.